Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Школьница, поцеловавшая Сталина. Как сложилась судьба девочки, которую знала вся страна? Что может сделать маленькую семилетнюю девочку знаменитой? Съемки в кино, спортивные достижения, успехи в учебе или творчестве? Нет. Когда-то Вера Кондакова получила всесоюзную известность за то, что поцеловала в щеку самого Сталина. За какие заслуги она удостоилась такой чести? Как сложилась судьба Веры Кондаковой? В 1952 году обычная советская школьница Вера Кондакова училась в первом классе одной из столичных школ. Она росла в простой семье. Мама домохозяйка, а папа служащий в Министерстве лесной промышленности. Семья Кондаковых жила достаточно скромно. Конечно, на основные потребности денег хватало, но впритык. То есть ни о каком блате, который мог бы привести маленькую Веру к самому вождю, не могло быть и речи. Вера Кондакова занималась в московском доме пионеров. Она посещала кружок художественного слова в ансамбле песни и плясок. Это поистине знаменитый коллектив, воспитанники которого выступали перед правительственными собраниями, а также именитыми иностранными гостями. Поскольку дом пионеров находился под контролем ЦК ВЛКСМ, туда часто приходили проверки. Однажды комиссия зашла в зал, где проходила репетиция ансамбля. В 1952 году Вера была самой маленькой участницей ансамбля. Несмотря на то, что она была первоклашкой, у нее уже была очень хорошо поставлена речь. А еще у нее была чисто славянская внешность. Возможно, именно поэтому Веру Кондакову выбрали для выполнения ответственного задания. На первомайской демонстрации она должна была поздравить самого Сталина от имени всех советских детей. Ответственный день Утром 1 мая в квартире Кондаковых царила суматоха. Вера надела белую блузку и сарафан, которые мама Мария Семеновна нагладила с вечера. Нужно было еще заплести косички и повязать банты. У мамы так тряслись руки, что она никак не могла справиться с этой простой задачей. Женщина никак не могла управиться с жиденькими волосиками дочери и боялась, что бант развяжется в самый ответственный момент. Когда Вера с мамой прибыли на Красную площадь, ей вручили большой и тяжелый букет цветов и усадили в машину погреться. Утро было достаточно прохладное. Девочки в сотый раз объяснили, как и когда она должна подняться на трибуну. Предупредили, чтобы она долго не задерживалась рядом с вождем. А еще почему-то взрослые очень боялись, что маленькая девочка не узнает Сталина. На самом деле, на репетицию парада приглашали не только Веру Кондакову, но еще и мальчика Юру. Они должны были вместе поздравить Сталина. Но когда в назначенный день девочка с мамой явились на Красную площадь, оказалось, что Юры нет, что букет вождю она будет вручать одна. Почему Юру не взяли, никто не объяснил. Но судя по слухам, его мама, обрадовавшись, что сыну выпала такая честь, поделилась счастьем с соседями и знакомыми. Говорят, что это не очень понравилось представителям партии. Несмотря на то, что с момента встречи со Сталиным прошло уже более 60 лет, Вера Кондакова до сих пор помнит, как это было. Она шла по площади семимильными шагами и не поспевала за музыкой, за что потом получила нагоняя от хореографа. Когда Вера взбиралась по ступенькам, она очень боялась упасть. Тяжелый букет приходилось держать двумя руками, и он закрывал ей обзор. Опасения взрослых оказались напрасными. Вера сразу узнала Иосифа Виссарионовича, потому что он немного выступил вперед. Она подбежала к вождю и выпалила. «Дорогой товарищ Сталин, это вам от советских детей». Девочки принесли стул и поставили ее на него. Когда Вера смотрела на парад с трибуны, когда видела, как люди машут ей руками, она почувствовала себя очень счастливой. В порыве эмоций она поцеловала вождя в щеку, а он улыбнулся. На протяжении нескольких минут с девочкой беседовали Булганин и Маленков. В основном расспрашивали о школе, а потом Сталин снял сам ее со стула и пожелал хороших оценок. Потом к Вере подошел солдат и повел ее в мавзолей, который показался девочке очень темным и страшным. Вере вручили коробку конфет и отвели к маме, которая ожидала у Спасских ворот. Кстати, девочка заметила, что была еще одна коробка конфет. Видимо, она предназначалась для Юры, которому так и не суждено было увидеть Сталина вблизи. Всесоюзная известность После первомайской демонстрации 1952 года Вера Кондакова обрела всесоюзную известность. Запись вручения цветов вождю крутили в кинотеатрах перед каждым фильмом. Фотография Веры со Сталиным разлетелась по всем отечественным и многим зарубежным печатным изданиям. Художник Федор Решетников написал портрет девочки. Он до сих пор хранится в запасниках Третьяковской галереи. Сергей Михалков посвятил Вере стих, который был опубликован в Пионерской правде. Это счастье, нет иного слова. Девочка, могла ли ты мечтать, что ты сможешь Сталина родного в этот день увидеть и обнять? Дети со всех уголков Союза писали Вере письма. Ей приходили послания даже из-за границы. Поскольку первоклашка еще плохо писала, отвечать на письма ей помогали всей школой. А во втором классе она сама уже вела переписку. У нее появились подружки из Венгрии и Грузии, с которыми Вера списывалась вплоть до окончания школы. А в целом поток писем постепенно уменьшался. После смерти Сталина он и вовсе прервался. В 1953 году Вере посчастливилось побывать на Кремлевской елке. Когда она выступала в составе родного ансамбля, художественный руководитель обязательно выводил девочку на сцену для рекламы своего коллектива. И зрители бежали поближе к сцене, чтобы рассмотреть знаменитого ребенка. Вера выступала на радио и даже однажды снялась в кино. На гонорар семье наконец-то удалось купить в дом недорогостоящую мебель. Как сложилась судьба Веры Кондаковой? Вера мечтала поступить в ансамбль Моисеева после восьмого класса, но отец ей не разрешил. А после десятого класса она и сама не захотела идти по этой стезе. Ей казалось, что она выглядит слишком по-детски на фоне элегантных и женственных артисток. В итоге после школы Вера поступила в ИНЯС, но потом, когда умер отец, она поняла, что ей нужна другая профессия, которая позволит обеспечивать семью. Кондакова перевелась в Институт народного хозяйства, после окончания которого 40 лет проработала в системе госнаба СССР. В 1971 году Вера Кондакова отдыхала в санатории по профсоюзной путевке. Там она познакомилась с будущим супругом Борисом Малым, который трудился в ОКБ Туполева. Она покорила его скромностью. Вера Кондакова с мужем долгое время проживали в той самой квартире на Чистопрудном бульваре, откуда она в 1952 году отправилась на встречу со Сталиным. Позже супруги переехали в юго-западный район столицы, чтобы быть поближе к дочери. Интересно, что на протяжении многих лет на стене в квартире Веры висела та самая фотография, на которой она запечатлена с Иосифом Сталиным. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.